На татаме два бойца из разных городов, разного уровня подготовки, но из одной структуры. Сейчас их задача выяснить, кто на ковре лучше и сильнее. Схватка началась. Все, кто выходил, еще выйдет на татаме. Сотрудники УМВД. 67 команд из разных регионов и разных отделов. Сергей приехал из Иваново. Говорит, что дзюдо занимается с детства. На службе борьбу не бросил. Теперь совмещает и не жалеет. Борьба дзюдо воспитывает не только физические возможности, но и силу духа. Потому что в процессе профессиональной деятельности возникает очень много моментов, которые под собой подразумевают воспитание волевых качеств, психологических, моральных. Это очень важно. Дзюдо борьба непредсказуемая. Бой может закончиться как и за пару секунд, так и нередко приходится определять победителей по очкам в финале. Тренировки во время работы и после. Как говорят сами сотрудники, спорт является неотъемлемой частью службы. Вот только к соревнованиям надо готовиться усиленно. Однако спортсмены показали достойный уровень. Не зря заместитель главного судьи отметил, что соревнования можно сравнить с чемпионатом России. В данный момент участвуют 49 регионов. Это территориальные органы и 15 вузов. Так что очень сильный уровень. Борьба очень плотная, очень сильная. И очень приятно, что все-таки среди территориальных органов Аризанская область заняла первое место. Вновь и вновь звучит команда судей Ходжиме. На японском языке это означает начало схватки. И борцы показывают настоящую скорость и технику. Чемпионат под дзюдо проходит по всем существующим правилам борьбы. Поэтому страсти среди спортсменов и среди болельщиков кипят самые настоящие. Возникали и спорные моменты. Были и схватки, которые заканчивались после одного удачного броска. А по окончанию соревнований снова служба и снова тренировки. И выход в жизнь как на ковер, чтобы провести удачную схватку и услышать слово «Ипон». То есть высшую оценку и победу.